16 и 17 ноября Кировск в 12-й раз примет участников Международной горно-промышленной конференции «Баренц-Арктическое экономическое партнерство». Какой теме она будет посвящена в этом году и каковы ее особенности, расскажет Дмитрий Курочкин, вице-президент Торгово-промышленной палаты России. Сегодня он гость в студии Народного телевидения. Дмитрий Николаевич, здравствуйте. Добрый вечер. Давайте расскажем нашим телезрителям, чему посвящена в этом году горно-промышленная конференция и каковы ее особенности. Ну, прежде всего, я хотел напомнить, что наряду с правительством Мурманской области мы, то есть система торгово-промышленных палат России, ТПП России и ТПП Мурманской области вместе с нашей членской организацией горно-промышленники России традиционно являемся соорганизаторами и активными участниками конференции. В этом году она посвящена практике, скажем, выхода из той непростой ситуации, в которой оказалась горно-добывающая промышленность. Я имею в виду новые санкционные условия, некое подведение первых таких промежуточных итогов, как удалось перестроить производственно-сбытовые цепочки, как обстоит дело с импортозамещением, поскольку не секрет, две трети оборудования, которые в горно-добывающей промышленности у нас традиционно используются, оно было иностранного производства, европейского, американского. И последние полтора года, по вполне понятным причинам, было огромное количество изменений, как адаптировались предприятия, что можно позаимствовать у тех, кому удалось это сделать. Самое главное, что бы я хотел выделить, это то, что необходимы инвестиции и необходимы новые подходы к формированию новой нашей технологической политики. То есть нужно менять стереотипы, а то, прежде всего, если мы говорим о горно-добывающей промышленности, что априори импортная техника лучше, эффективнее российской. Слава богу, вот за последний год-полтора удалось этот стереотип немножко поколебать, скажем так. Но, естественно, мы только в самом начале пути, и здесь очень многое нужно сделать. Поэтому мы в ТПП России, я не случайно подчеркиваю, что мы система торгово-промышленных палат, потому что мы охватываем всю территорию России. В конференции, ну, я лично, начиная с девятой конференции, регулярно участвую и могу сравнивать. И могу сказать, что несмотря на то, что произошел, ну, прямо скажем, некий обвал в части международного участия в конференции, которое все-таки традиционно было представлено западными партнерами до прошлого года, то нужно сказать, что по итогам прошлого года и, как я вижу, уже нынешнего года, никакого, знаете ли, такого провала или обвала не произошло. Ну, традиционно один из круглых столов пройдет в Кольском научном центре, и наверняка запланирована работа на производстве. Ну, конечно. Ну, во-первых, должен сказать, что во время прошлой конференции, еще одиннадцатой, мы подписали соглашение о сотрудничестве с Кольским научным центром Российской Академии наук. Кое-что нам удалось сделать. Есть первые результаты, определенные проекты. Еще больше мы вот сейчас намечаем сделать. И все это мы хотим обсудить, в том числе на тех мероприятиях, которые будут проходить в Апатитах. Естественно, мы традиционно бываем на предприятиях. Вот в прошлый раз нам удалось посмотреть Кировский рудник. Это очень сильное впечатление было. Фосагра нас тоже принимала. Соответственно, мы сейчас Апатит-Анифилиную горнообогатительную фабрику планируем посетить. И для нас, конечно, это очень важно. Конференция состоится в двенадцатый раз. Значит, соответственно, можно говорить о ее значении для горно-промышленной отрасли. Значение важнейшее. Во-первых, значение Мурманской области и конкретно того района, где мы с вами находимся. Это вообще-то центр горно-добывающей промышленности. Это и редкоземельные металлы. Это все минералы. Это, как любят у нас говорить, вся таблица Менделеева. На самом деле, действительно, значение сегодня, когда мы говорим о нашем технологическом суверенитете, значение вашего региона резко возрастает по целому ряду причин. Но если мы конкретно говорим о горно-добывающей промышленности, то, повторяю, для нас принципиально важно найти новые технологические решения, новых партнеров. Дмитрий Николаевич, спасибо большое, что вы пришли сегодня к нам в студию, ответили на вопросы за полезную информацию. Спасибо большое. Сегодня в студии Народного был Дмитрий Курочкин, вице-президент Торгово-промышленной палаты России. Говорили мы об особенностях предстоящей горно-промышленной конференции «Баренц-Арктическое экономическое партнерство». А сейчас переходим к другим темам.